Пир, да, мы тоже будем проходить. Это просто обычное масло, не надо бояться. Сейчас будет висцеральная терапия. Ну, вообще, все, что я говорю про пир, например, это, на самом деле, более глобальная такая наука, да, это проходится несколько курсов или ступеней, да, то есть многодневно. То же самое висцеральная терапия, это все там, если серьезно глубоко погрузиться, там есть ступени, почти ступени многодневные. Также и тибетские поющие чаши и ударно-волновые методики, да, это все направление отдельное, которое нужно глубоко еще изучать, да, а мы так сейчас это все факультативно, то, что имеет, как бы, минимум достаточности, да, чтобы это применять, этого, в принципе, достаточно. А если вы, конечно, уже хотите быть такими, грунт, чтобы, там, от онкологии лечить людей, там, вот так, ну, и боль, там, сложных всяких проблем, да, то надо будет дополнительный курс посещать. Массаж мы всегда гладим по часовой стрелке, получается, потому что в такую последовательность начинают работать органы и перестанутся к кишечнику, идет тоже по этим же направлениям. Ну, сейчас мы покажем немножко обычный массаж, ну, он, в принципе, не отличается от того, что мы делали с ногами, да, так же вот, простираем, бережем косточки, по косточкам сильно метрем, косточки примерно вот так вот у нас расположены. Разминаем так же, поэтому я на этом обычно становлюсь не буду, то есть мы работаем с мукулатурой, с самого живота. Вот эти вот длинные мышцы живота проходим, которые являются прессом. Проходим, проходим, массируем их. Ну, как видите, я больше движения делаю немножко вниз, чтобы лимфу сливать в клемпку узлам паховым, да, то есть основное мое движение сверху вниз. Вот это мы с мускулатурой работаем, да, можно эти мышцы растянуть, опять же, опять же, если есть боль, но в них крайне-крайне редко какая-то бывает боль, также можно будет их и методом релизинга, да, растянуть поперек, потом вдоль, покрутить. Как говорится, там, голова и хвост дракона по очереди. Это я уже видишь, булька начинает уже внутренний ход, нас уже касаюсь. Так что подробно массаж живота не буду становиться, как будто это будет достаточно, да, то же самое, что мы делаем с другим мясом, так скажем, да. А если нам нужен антиселлюлитный массаж, да, тут подключаются техники более жесткие, но тоже они связаны с поверхностью, да, с подкожной клетчаткой. То есть мы начинаем уже вот два леопарда, да, пощипывали такие, да, скручивания, достаточно жесткая, глубоко и чаще все на одном месте. Прямо до гиперемии, до покраснения. Как я и говорил, да, лучше дополнительные средства использовать для антиселлюлитного массажа, которые согревают, на основе перца там делают их, а есть такое средство, как ингибитор жира. Он реально за один сеанс, но сеанс длится, естественно, уже долго, такое где-то полтора часа примерно, плюс обертывание. У него делом замеры здесь, соответственно, до сеанса, здесь замеры с применением гиперемидов, таз, бедра и колени. У меня 4 сантиметра ушло за один сеанс после биоэнергомассажера, и то это было полчасика всего лишь. Ну, тоже хорошая система, расскажешь потом биоэнергомассажер. Да, и замеряем потом после сеанса и видим, что где-то ушло там на 2-3 сантиметра, где-то там 4-6 бывает сантиметров, ну, везде по-разному, да. В зависимости от того, как вы работаете. Соответственно, тут есть и разглаживающие движения поперек мышц, и вдоль мышц, и вибрации такие же, да. Терпим пока. Ну, как видите, мы все равно глубоко не залазим, но и работаем с поверхностью. Растирание, опять же, да. Потом прокатываем жир вот так вот, как складку, которая вот наплывает сама на себя. Раз, два, три, четыре. В эту сторону и в эту сторону. Раз, два, три. Ну, сколько захвата сделаете, столько и сделаете. От пупка в сторону и к пупку. Всякие пощипывания. Жиром не бойся, с работаем жестко. Люди готовы терпеть, потому что понимают, что это серьезная работа. И такие несколько формообразующие техники, когда мы вот как бы с ребер его снимаем и вверх. И выкидываем. С бедер снимаем. Запас задушной кости вот тут обнимаем. Срываем и выкидываем. Это именно надо резкий сыр сделать такой энергетический и выкинуть. Вот. Ну, в принципе, основной метод – это частота воздействия, да, сила и такая грубая, чтобы прям клетчатка, она как бы вспелилась, что ли, размялась, да. Если после этих массажей и после кремов этих идет пощипывание, покалывание, какой-то зуд чувствуется, да, это хорошо. Значит, у вас идет подкожная работа. То есть вы после процедуры еще там сколько-то часов у него будет эта работа еще продолжаться. Значит, результаты добились. Теперь, если мы, как говорится, по остеотерапии доходим до внутренних органов, ищем там спазмы и таким образом воздействуем на точки позвоночника. Давайте я их вот нарисую сейчас. Идет, называется, висцеральная терапия. Теперь работаем с висцеральными органами. То есть, ну, сначала пищевод. Где-то вот тут находится. Немножко низко нарисовал. Например, вот тут находится желудоком. Такой вот кривой формы. Висцеральная терапия. Переходит в двенадцатый перстную кишку. Вот здесь вот, да. И пошел тонкий кишечник. Примерно это двенадцать сантиметров вокруг пупка. Ну, условно, все органы, они примерно проекции с кулак самого человека. Того, который вот лежит на столе, да. Примерно вот у здорового человека желудок вот такого размера должен быть. С кулак, да. Сердце примерно с кулак. Вот так вот, скорее, расположено. Но, если не раздуто. Те, кто там обжорством занимается, да, у них он может привисать и аж вот досюда, представляете, желудок раздувается. Становится очень большим. Что вредно. Соответственно, как я вам говорил, да. Чтобы через верхний сфинктер печень забрасывалась в пищевод. Тут есть воздушный пузырь. Здесь тоже есть клапан. И вот тут есть сфинктер одий, так называемый. К которому подходят протоки желчного пузыря. Желчный пузырь примерно тут находится. И протоки от поджелудочной железы. Поджелудочная железа, она как бы снизу желудка, да. И она вот, получается, как, опять берем до размера ладони. Вот, например, вот так вот обнимает снизу желудок. Селезенка находится за этими ребрами. Вот примерно, если клапан вот так вот обвести, да, будет селезенка. Печень находится у здорового человека за ребрами. Вот примерно получается ее правая доля, да, здесь вот левая доля. Если печень увеличена, ну, например, вот алкогольный гипертоксикост и она вот прощупывается отсюда таким уплотнением. Вот можно вести руку, так вот, ведем, ведем, ведем. Одна, однородная масса, да. И вот как будто раз и упираемся, вот. Значит, легонечко, да. И чувствуем, что печень. У него, в данном случае, нормально. Она прямо вон там. Даже до нее не достать. Не болит? Нет. Вот. Ну, естественно, проекции органов, вот так мы вертикально смотрим, да, это не совсем правильно, потому что они все в объеме, да. В объеме нарисоваться, к сожалению, не получится. И, кроме того, когда мы на них будем нажимать, они имеют свойство, как бы, утекать. Ну, от рук, так ты, вроде, даешь немного, как раз, и вторник ушел. Дело в том, что в брюшине там много стеночек между каждым органом, да, всякие-таки растяжки связующие, фасции, и в них находится нервное окончание, мозг. Может быть вы были удивлены, что у нас есть, оказывается, третий мозг. Ну, обычно говорят, два мозга, да, спиной и черепной, головной. Оказывается, есть еще третий мозг, причем количество нейронов в нем, оно сравнимо с количеством нейронов в корке головного мозга. То есть, ну, думаем мы коркой головного мозга, да, не всем мозгом, а только коркой. Так же и здесь мы принимаем решение от живота. Но дело в том, что наш головной мозг – это центральный компьютер, который принимает решение, а решение принимает на основе чего-то. Он ежесекундно, там даже в доле секунды, посылает около 300 миллионов сигналов во все клеточки, во все органы, да, получает от них обратную реакцию. И к этим органам тянутся такие, так сказать, нейроны, ну, так скажем, жгутики, которые толщиной в 100 раз тоньше волоса. И в местах, где они имеют узловые моменты, оказывается, попадают на проекцию чакр. То есть, это вот уже как бы доказано. Если все эти жгутики сложить вместе, в длину, да, то получается расстояние от Земли до Солнца. От Земли до Солнца расстояние, знаете, какое? Ну, говорится, что свет со скоростью 300 мм в час распространяется, да, он идет до Земли 7-8 дней примерно от Солнца. Дней, да. То есть, мы видим Солнце семидневной давности, то, что мы видим. Это было Солнце семьдею назад. Соответственно, вот эти жгутики, они от Земли до Солнца 300 раз туда-сюда. Вот такое расстояние, знаете? И это расстояние мозг молниеносно пробивает по всему организму и воспринимает обратную информацию. Это его такая вот работа. Но чтобы он не перегрелся, есть подсознание. Как бы, если мозг – это капитан на корабле огромного лайнера, да, то подсознание – это трюм, где все рабочие, где все механизмы, двигатели находятся. Они там сами работают без капитана, как командуют. Вот. И вот этот мозг, который в брюшине находится, он тоже подает сигналы. Дело в том, что внутри органа они вибрируют. И за счет вибрации, ну, мы уже говорили, что весь мир – это все вибрация, да, даже жесткие вещи – это тоже вибрация. Просто мы ее так воспринимаем. Вибрирует все – клетка, молекула, атом, электрон, да. И частота вибрации, амплитуда, тон – это все определенно закодирована информация. Изначально у него был Бог, и у него было слово. Слово – это вибрация, которое, ну, расшуршировывается это вот выражение, да, что это за счет, с помощью этой вибрации мир стал уплотняться, делиться на волны, дробиться на кусочки, которые друг к другу воздействовали как-то, да. Отражающие эффекты всякие работали, интерферационные эффекты, дифракция как-то работают вот этих волновых структур, да. И все это на нас накладывается, на человека, все это воспринимают наши внутренние органы. И таким образом мы ими чувствуем извне восприятие мира извне, которое потом передаем в мозг. Ну, вот многие говорят интуиция. Откуда интуиция? Ну, вот как у женщины, она, говорит, лучше развита. Вот кто-то говорит, там, пятая точка чувствую, да, или шестым чувством чувствую, или там чуйка у меня какая-то, да, или под ложечкой сосет. Ну, это, или там, живот скрутилось, там, я, типа, так испугался, например, от экзамена, что у нас свело живот. Почему? Это вот все начинает этот мозг, он начинает как-то реагировать, спазмирую, соответственно, при данном участке, ну, под ложечкой сосетом имеется в виду, и передает информацию в мозг. Ну, например, мочевой пузырь, он находится прямо за лобковой костью, тоже примерно размером с кулак, если наполненный вот такой. Он, например, отвечает на вибрации за ознакомство с другим человеком, если к вам человек, ну, обещали вас познакомить с кем-то, с чужим, да, и вот этот человек идет, между вами 20 метров, и только уже принимает, уже принимает мозг решение. Ну, что, нормальный человек, поздоровую с ним. Подходит уже 15 метров, остается, да, вы досмотрите, по физиогномике, по ходке, по бровям, да, так, не, что-то с ним дело не строит, имеется, что-то какое-то подозрительное. Еще ближе подходит, вы же чувствуете, о, вот, у него еще и аура такая черная, да, еще ближе подходит, ну, там вы уже здороваете, да, и в этом момент вы понимаете, да, у него аура такая, наверное, потому что, ну, где-то нахватался чего-то, но сам-то он не такой. Сам-то нормально с ним, даже в розетку можно пойти, ну, условно, естественно, говорю. То есть у нас вот эти восприятия несколько раз меняют самого, да? Да, могут меняться, да. За счет вибраций. За счет вибраций, да. И мозг, он как дешифратор, он расшифровывает все вот эти сигналы из тела. Если мы мануально воздействуем, да, там, на косточку какую-то, она хрустнула, то первая реакция мозга – это страх, боль, да, ой, не надо мне этого. Но если человек перешагнул через вот этот, да, страх, он уже понимает, что… А потом-то легче не стало. Ну, как просто рад, да, а он уже много раз это сделал, да. Он и охотно соглашается на всякие аттракционные техники, да. То есть, если я начну быстро входить в живот, он сразу, ну, как бы, обострится. Мозг поймет, что инородное тело проникло, да, надо выкидывать, надувиться в живот сразу и будет отталкивать. Поэтому мы работаем очень аккуратно, договариваясь с подсознанием, с мозгом, входим туда тихо. Ну, вот про органы давайте поговорим дальше. То есть, что такое интуиция? Это знание пришедшего неоткуда, мы не знаем откуда, да. Оказывается, они отсюда пришли в живота. Который мозг расшифровал и сказал, как уже готовый ответ. Понимаете? А мы же глазами не увидели, носом нюхали. Ну, тонкий кишечек, соответственно, тоже вот, ширина кулака, кубка. Все примерно по кулаку. Почки, это примерно кулак вот так вот, если мы опустим, да. Получается примерно 5 сантиметров от линии живота, откладывая, начинается нижняя доля почки. Ну, какая-то вот такая примерно кулак. Правая почка получается ниже, как правило. На чуть-чуть, чем левая. Такие вот каналы. Ну, видимо, ниже из-за печени, печень привисает, может быть, поэтому. Вот это вот я нарисовал желчный пузырь уже, по-моему, говорил, да. Тут именно в желчном протоке есть через печень. Какие нас органы еще интересуют. За мочевым пузырем вот там вот и по проекции вот туда вниз находится предстательная железа. Она двуудольная, примерно размером с грецкий орех. Вот такая вот. Ну да, желчный пузырь тоже примерно размером с грецкий орех. У женщин, соответственно, от лапка, соответственно, кулак так подставить, ну, примерно получается сантиметров сколько, где-то 8-10 идет матка. И от центра тела, примерно кулак ставим, да, в ту сторону, фаллопевую трубу и яичники вот тут. Получается. А у мужчин яичники наружу. Мужчина яичники наружу. Висят, болтаются, смешают. Да. Так. Еще вот самое главное теперь, что нас интересует. Это просто кишечник. Соответственно, вот тут находится аппендикс. Не путаться с аппендицитом. Аппендицит это болезнь. Аппендицит это орган. Пошла восходящая часть кишки. Здесь она провисает. Здесь немножко идет. Уходит вот туда, назад. И оттуда возвращается через сегмовит. Тоже сегмовитная кишка называется. Заходит вот туда, вглубь потом, да. На самой пузыре, за матку ему обогнуть туда. И вот там так называемая кишка, которая спускается вниз. Ну, примерно, вот если от косточки до кубка провести линию, да. Где-то посередине, вот тут этой линии, туда внутрь будет вход в толстый кишечник. Вот так вот вход в толстый кишечник находится. Ну, в смысле, в прямую кишку я имею ввиду. Если бы видно кишки, в прямую вот туда вот вход. У тонкого кишечника, вот тут есть тоже сфинкфер, который переходит, соответственно, в толстый кишечник, да. Или вот цикральный. Или цикральный клапан там находится. Ну, как бы, помню, я рассказывал про вот этот клапан, да. Синтер-оди. Вот этот клапан, вот этот клапан и вот этот. Они, как ни странно, взаимосвязаны. И если они болевого, ну, примерно, сейчас, знаете, как его найти. От гребни вести линию, да. Взять от нее одну треть. Я низко нарисовал, да. Вот где-то здесь примерно будет этот клапан, да. Если у вас после процедуры вы проделали, остается боль, потом еще раз проделали и еще раз остается в них боль, да, то это паразитоз. Однозначно там паразит. Ну, паразиты, они, в принципе, у нас всегда есть. И хорошие, и плохие. Ну, и если не обладают плохие, да, то начинаются гнилостные процессы. Начинается гниение, брожение. Это газирование, да. Вот вот Владимир рассказывал, да, что газы аж идут в обратную сторону, через дисфинцеры, и выходят через желудок вот сюда. Получается отрыжка, рефлюкс. Но есть такие люди, которые поставлены на катышку воздухом, как идет. Это значит, где-то, знаешь, паразиты в желудке, скорее всего. Пахнет изо рта, это не потому, что зубы плохо почистил, а это вот изо рта эти паразиты, они газируют. Вообще, все газы и все запахи это делают вот эти вот бактерии. Наш пот чистый, он не пахнет. Просто, ну, подмышками, например. Там живут бактерии в волосяной части. Они питаются этим потом и сами спускают газ. Также, даже шампанское. То, что оно, вот, газники спускают, да, это там бактерии специальные, которые плодятся и плодятся. Это продукты их жизнедеятельности, пищеварения превращаются в газы, да. Также и запах кала. И когда человек пукает, там просто, да, метеоризм всякие. Это тоже, это все бактерии, соответственно, все на кишке. Однозначно, они там есть. И не только бактерии, а еще и грибки, и там тысячи и тысячи других паразитов. Ну, не только глисты. Так, и вот теперь мы начнем, соответственно, в этом все нарисовали, да. Начнем теперь проминать. Как я говорил, схема при часовой стрелке, да. Примерно вот по костям смотрим. У нас здесь 12, да, рисуем такой циферблат, получается вот такой круглый. От 12 к часу 2, 3 часа 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Промяли туда в глубь, да, туда в глубь заходим? Далек, извини, пожалуйста. Привезли скейт, сейчас поднимается. А, ну, сейчас мы на паузу нажмем, там пауза есть. Так, ну вот мы, значит, оттянули, получается, все в сторону. Теперь, по-моему, на кругу вот где был крупно рисован, да, тонко кишечника. Опять же, также циферблат. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Оттягиваем, потихонечку углубляя все глубже, глубже, глубже. Все, что мы будем делать, мы как бы ускоряем процесс перистальтики, да. Поэтому, чтобы она быстрее прошла, мы сразу вот толстый кишечник с помощью вибрации стимулируем, чтобы уже подготовить место отхода вот туда вот в толстую кишку, в прямом кишку, да. Мы дополнительно его стимулируем двумя руками. Ну, есть какие техники. Вот, рыбка, попробуйте. Будет сделать плавное движение, плавнее, плавнее, плавнее надо. Получается, чуть получше, прям совсем такой вот, уплывает, мягенько-мягенько. И вот мы приложились, да, тоже мягко, не отрывая рук, вот, запускаем пульсацию. Одна рука пошла, вторая рука пошла. Потом прокачка такая поглубже. Вот так вот продавливаем, прокачали по часовой стрелке. Как бы подготовили, да, и теперь идем по внутрим органам. Ну, первое, это печень, да, справа налево, все двигаемся справа налево. Под ребрами она находится, туда вот проникли и провиндрировали в направлении органа. То есть не вот так вот по коже, да, а туда, в орган. В орган спускаем такую импульсную вибрацию. Извините, не с того органа, а начали с желудка. Надо начинать. Желудок. Ну, желудок, примерно, вот, меченосный отросток, да. И от пупка одну треть. Отделено на три части, да. Одну треть. Снимаем желудок. Дальше его часть идет за ребра, да. Поэтому вот примерно в этом месте мы приближем в желудок. Потом в печень. Потом у нас стимулируется желчный пузырь. Отдельно вот так вот. Как его найти? Это примерно на, вот по этому циферблату, да, это примерно часов одиннадцать. Ну, некоторые там мерят, там вот, направление носа сок, да. Чуть-чуть меньше, чем одиннадцать получается. Его простимулировали. Он пустил свой сок желудок в двенадцатоперстную кишку. Вот тут луковица двенадцатоперстной кишки находится. В нее там же сфинтр ОДИ находится, но он все рядом, прям, да, желчный пузырь, луковица. Луковица двенадцатоперстной кишки и сфинтр ОДИ на одном месте. Не больно пока? Не, нет. Сюда же подходит сок сбрасывают поджелудочная железа. Панкреатизовому соку так и приближевали. Она плоская, да, поэтому как вот ладонью. И желательно, вот как мы-то щетку делали, да. Только не отрываясь от тела. Вот присломили, да, и не отрываясь. И пусть туда посылаем. Далее селезенка, но она опять под ребрами, да, вот это поглубже под ребра. И вот туда ее прокачиваем. Потом идут почки. Соответственно, вот пять сантиметров отступаем, вот примерно с кулак, да. Продавили поглубже. Можно вот так вот. Если человек испытывает боли, да, то входите поменьше. Ладошками. Ладошками. У кого ногти, можно вторую сторону поставить, потому что будет, да. Или даже вот так вот инвертировать в ладони. Чтобы получились, как вы видите, везде мягкая ткань с обоих сторон, да. Вот так вот мягко туда входим. Почки находятся сзади, да, поэтому надо пометнуть, как может глубже. Попал и провибрировали. То есть мы не просто касаемся всех органов, мы обязательно им импульсы даем. Да, да. Первый проход – это все дает импульсы. Мягко, видимо, отрываясь от тела еще вторую почку. Это было чуть пониже, а это чуть повыше. Может, от рука вот туда вверх. Может, по очереди вот так вот. И мы туда запускаем поглубже. Каждый орган обрабатывается примерно минуту-две. Весь массаж вестиционального живота, он не должен длиться долго. Это примерно 15-20 минут от силы, 20 даже бывает много. Далее провибрировали. Ну и вот этот, или цикальный клапан, да, и начало толстой кишки. Провибрировали вот туда. Чтобы на косточки не давить, да, откладываем примерно 20-30 сантиметров вверх и как бы загибаем ткань вот так вот. То есть через ткань, чтобы не было больно, да, по косточкам. Это сегмовидная там, да? Да, сегмовидная кишка. Вот туда ее провибрировали. Ну и все идет потом на сброс. Толстый кишечник провибрировали. И мочевой пузырь вот туда продавили. Вибраться можно вот такой сделать. Я иногда руку ставлю так. Люди думают, блин, ты какой-то аппарат включил что ли? Отрываю от головы от стола, даже пытаются понять, что ли я этого включил. Такой. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Двойный молоточек такой. И вот туда провибрировали. Теперь конкретно, если у человека что-то там болит, да, например... Не, подождите. Давайте сначала закончим. И в конце опять запускаем толстый кишечник. Вот идем по восходящей его дуге, по такой провислой части, по нисходящей. Вот туда ее уходим, да? Подходим вот сюда. Уже более глубоко, видите, вхожу. И к толстому кишечнику. Несколько проходов таких можно сделать. Пока нормально, не больно, да? Нормально. Да, внизу чуть. Это значит полный немножко. Толстый кишечник. Вот отсюда можно еще пробить его. Дело в том, что толстый кишечник он также бывает раздут. Из-за наполнившихся масс. Это взрослого человека старше тридцати лета, тридцати шести уж там и подавно. Бывает, вы не представляете, накапливается до шести килограмм, а то и восьми килограмм каловых камней. Они прям там прилипшие, лежат в этих вот. Вот я рисовал. Он такой идет, да? Вот прям в этих кармашках каловые камни находятся. Там всякие глисты там прилепляются. Там фекальные слизи всякие. Там слизь, слизь как сопли. Ну, реально помочь при чистке. А чистить надо другими средствами. Это колоннотерапия делается со всякими специальными средствами. Потом принимаются орально через рот. Всякие таблетки. Их очень много средств. Ну, одни из лучших есть в Коралловом клубе России. Так называют фирмы. Коралловый клуб России. Там прям у них антипаразитарная программа хорошая, профессиональная. Как я говорил, мы стареем, собственно говоря, и умираем от того, что у нас закисляется организм. И кислотность, она сопровождается появлением всевозможных бактерий, грибков. Они там размножаются. Это прям пищевая среда. И, собственно говоря, они нас начинают пожирать. Все эти микроорганизмы. А микроорганизмы такие, что они, там есть самовообразные вещества, сущности. Это же яйца такие откладываются, что они мелкие, проникают даже сквозь стенки сосудов. Представляете, из крови размножаются уже по всему организму. Могут поселиться где угодно. В предстательной железе могут поселиться. Там, кстати, от толстого кишечника до предстательной железы, там стеночка такая тоненькая, тоньше 5 мм. И эти черви иногда пролазят из толстого кишечника, но в толстых кишечниках они питаются. Пролазят в предстательную железу, откатывают там яйца. У человека образуется простатит. Ко мне приезжала женщина, она говорит, изначально в морге 5 предстательных желез ей дали от умерших людей. Она пыталась понять, от чего тут простатит. У всех диагноз простатит. Когда она их разрезана, она смотрит там прям черви. Прям хишмики шить черви. Так же в легких могут быть черви, в сердце могут быть черви, в глазах могут быть черви. Такой ужас. В мозгу могут быть черви, да. Маленькие, тоненькие. Под кожей могут быть черви. Вот в институте Агулова, Агулов сам рассказывал, они… Ну короче, причина в том, что закисляется организм. Поэтому нам нужна щелочная среда. Нам нужно постоянно, чтобы мы омолаживались и от этого избавлялись, получается больше щелочной еды. Это что? Кислота всякие, да? Почти ты прав, да. Кислота вовне, когда попадает вовнутрь, она превращается в щелочь. Да, через лодок появляются щелочки. Таблетки, это ацетилен, ацетил. Нет, давайте про таблетки не будем говорить. Про натуральные поговорим. Например… Лимон. Лимон, да. Все зеленые фрукты и овощи. Да, редька там, например, да. Что там? Нет, чеснок он сладкий, нет. Сладкий? Да, чеснок, на самом деле, он не горький, он сладкий. А язык облазит от него. А язык облазит от него, потому что он сжется. Да. А сахаров там гораздо больше, чем даже груши там, наверное. Да. Там глюкоза вообще много в чесноке. Его даже запрещают с сахарным диабетом принимать много чеснока. По головке. По головке. По головке. По головке. Ну, по головке, наверное, нормально, не совсем. А я… Ониimport 어떻게 страдают с подъемом? Ну, луп deuxième. Сразу за нас? Полу лукавицик сладкого? Чеснока? Нет, нет. Полу 않아요. Половьна Зубчика? Нет, Нет, не, половина cavmot Rahmo.\ По половины… По словам… Лукавицы, так скажем. Мы встречаемся так — все метров десять не доходит от него же запаха. Зад stayingmemCE. чеснок конечно полезен да там фитонцидов много да он противопростудно там хорошие реакции природный антибиотик но его лучше есть не так рожу нарезается зубчик не разъясно только один зубчик то есть нарезается . таблеточки да и как таблетки глотаете запиваю водой обидно запиваете не должен развести это там зубчик такой но когда-то половину считаешь это я не знаю